Я специально позвонил тебе, чтобы задать вопросы, которые могут заинтересовать потенциальных слушателей этого семинара. Хочу тебя представить. Это Игорь Кустов, онлайн-предприниматель, живет сейчас в Таиланде и ведет полностью все свои дела удаленно, занимаясь только глобальными проектами. Меня зовут Александр Мара, я директор школы интернет-маркетинга ЭМПА, организатор этого семинара. Игорь, мы уже с тобой об этом говорили, более того, я тоже уже этим занимаюсь, ты меня заинтересовал. Поэтому в чем-то я повторюсь, я задам тебе те вопросы, с которыми сам столкнулся в свое время и которые меня беспокоили, когда ты мне первый раз это все рассказывал. Причина, почему я тоже этим заинтересовался, как и многие люди, это то, что это нестабильность в первую очередь. То есть сейчас на всем русскоязычном пространстве все национальные валюты падают, соответственно доходы снижаются, покупательская способность также снижается и у большинства бизнесов продажи так или иначе падают. И очевидное решение этого, что наверное нужно первое, это иметь доход в долларах или в евро, то есть в более стабильной валюте, поскольку национальная валюта дешевеет. Второе, нужно иметь такой бизнес, который не привязан к ситуации в какой-то отдельно взятой стране. То есть я называю это глобальный бизнес, когда допустим я продаю, мои клиенты это не являются жителями какой-то одной страны, да и лучше если это вообще страны, где с валютой доллар или евро, да. То есть более стабильной экономической ситуации. Ну и плюс в принципе и услуги здесь дешевле и здесь и зарплата ниже, там цены выше. То есть я так полагаю, что на этой разнице можно тоже делать хорошую прибыль. И понимание этого есть, мысли такие есть, но до определенного момента я не знал, что это может быть. То есть как я тебе говорил, тут как бы и чтобы ларек шаурмой поставить, тоже какие-то деньги нужны. А там в понимании большинства людей, что чтобы открыть бизнес за границей или на заграницу, то это надо там первое туда ехать. То есть это надо там деньги иметь, опять-таки нужно там офис, нужно не нужно снимать. Если я там что-то продаю, наверное какой-то склад нужно, там налоги платить в Европе, а не там выше. Да, и многие люди еще языком не владеют. Потому звучит просто, но с практической точки зрения, ну как бы я не знал как это сделать, вот с чего начать. И вот то, что ты мне рассказал, это для меня тоже было таким решением очень классным, которое я могу прямо сейчас взять и сделать. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел, как ты находясь где-то далеко, работаешь и зарабатываешь и не привязан при этом к месту. Вот это меня больше всего, пожалуй, восхищает в этом вопросе. Окей, отвечу на твой вопрос, спасибо. Ну, ответ будет такой. Значит, как ты правильно сказал, пока нет человека, который тебе, ну там, расскажет, что это просто, то самому до этого дойти как-то гулять или, ну, просто путем нахождения какой-то информации в интернете, это довольно сложно. И возникает много проблем и вопросов как в голове, которые мешают этого достичь, так и, ну, и вот те проблемы, которые ты уже назвал, в общем-то, там, с законом, с местоположением и так далее. У меня тоже был и есть мой наставник, который меня проводит по этому пути. И, ну, все началось с того, когда я переехал уже более года назад в Таиланд, вот, и я понял, что я хочу, я не хочу постоянно привязываться к одной стране, раньше я был привязан к Украине очень сильно, вот, я хочу что-то изменить. Вот. И я начал менять. То есть я знал, что есть люди, которые зарабатывают удаленно полностью, я знал, что эти люди находятся, очень много таких людей живет здесь, в Таиланде, в городе Чиангмай, это люди, очень мало из России, очень мало из Украины, я даже таких не встречал еще, в основном они из Англии, из Канады, из США, из Швейцарии, из Швеции, в общем, тут таких людей, тут целое солнце. А я почему-то думал, что из России много. В том числе и с Амазоном, вот, те, кто с России приезжают, они отдыхают в других, сразу скажу, они приезжают отдыхать, а не, вот, как бы, жить сюда. И мне удалось найти своего ментора, который помог мне за год выстроить даже не один бизнес на Амазоне, а несколько, и развить еще, помимо этого, свои, те проекты, которые я начинал, еще находясь в Украине глобальной. Вот, немножко. А можешь ли ты, вот, теперь, с высоты своего опыта четко сформулировать мне, там, 3-4 причины, ну, вот, которые тебе мешали, вот, сделать это самому? Вот, что обычного человека здесь, там, в Украине, в России останавливает, вот, на твой взгляд? На мой взгляд, это, наверное, первое, это тараканы в голове, которые говорят о том, что это либо невозможно, либо что нужно обладать какими-то специальными знаниями, либо что это требует каких-то специальных ресурсов, которых нельзя получить, находясь в Украине, или в России, или в других русскоязычных странах, а можно получить, например, находясь в США, там, те же самые ресурсы, которые позволяют, там, тот же PayPal подключить, да, и получать деньги, там, из других, там, из того же США, потому что мы знаем, что, там, в Украине, в России есть определенные проблемы с получением, там, международных платежей, и, там, отправкой, и так далее. Но эти все проблемы, они решаются. То есть, нету, нет такой одной причины, которая может остановить, вот, процесс построения вот такого вот бизнеса, или такого проекта. То есть, это все находится в голове, и много людей, которые переехали вот сюда, в Чангмай, они находятся не у себя на родине, им, по сути, и мне то же самое, как бы, у нас одинаковые условия. То есть, человек, который находится, живет, не живет, а жил в США, и находится сейчас здесь, в Чангмай, он имеет со мной одинаковые возможности. То есть, он вообще так же может, там, пойти, зарегистрировать счет в банке, в тайском, да, и получать, там, деньги на PayPal, и так далее. То есть, мы выходим из одной точки. И на самом-то деле, я понял, что эта точка, она, что в Украине, что в Таиланде, что в США, относительно вот такого вот глобального бизнеса, она одинаковая. То есть, мы все имеем одинаковые возможности. То есть, никаких непреодолимых ограничений нет? Однозначно, непреодолимых нет. Есть, конечно же, определенные сложности, которые легко решаются в одной стране, и немножко сложнее решаются в другой стране, но непреодолимых вопросов такого нет. Окей, хорошо. То есть, мы пришли с тобой к пониманию, что проблема, которую я описал, решает глобальный бизнес. Объясни мне, пожалуйста, вот мне тоже спрашивают, почему именно Amazon? Вот почему работа с Amazon – это хороший способ сделать первый шаг? То есть, ну, я знаю, многие люди открывают там какой-то обычный, привычный нам бизнес, да, там, компанию, там, рекламное агентство, там, всякие программерские конторы. Почему именно Amazon? Ну, перед тем, как сказать, почему именно Amazon, нужно понимать, какие еще есть там варианты, кроме стандартных, да, там, открытия стандартного какого-то бизнеса в той же США или в другой, в любой стране, отличной от СНГ. Например, там, много есть людей, которые зарабатывают аффилированным бизнесом, да, продавая чужие продукты, получая, там, комиссию какую-то. Есть много людей, которые зарабатывают, там, на eBay, продавая свои товары, которые находятся в, там, в Украине, в России, и отправляя их после того, как их купил кто-то на аукционе eBay. Вот, есть всякие варианты заработка с блогов, с рекламы, когда человек генерирует трафик, приводит на свой сайт, там, при помощи SEO, и с этого имея деньги. Вот, эти все способы имеют определенное преимущество, определенные недостатки. И вместе с этим есть торговля на Amazon, которая, по моему мнению, на данный момент имеет больший перевес, чем все предыдущие методы в преимущество, да, у него больше преимуществ, чем недостатков. И шанс преуспеть сейчас в этом виде бизнеса, конкретно в данный момент времени, он намного больше, чем в тех способах, которых я перечислил, потому что они уже существуют какое-то время, и там конкуренция достаточно высокая. Есть, например, тот же eBay. Логика такая, ты продаешь просто те товары, которые у тебя находятся в Украине, отправляешь их по стоках и купили на аукционе. То есть человеку нужно, во-первых, тебе нужно содержать склад где-то у себя, да, на родине, вот, и отправлять человеку в США, и это занимает, там, 10-20 дней, пока она доедет, вот, и потом непонятно, как, там, с возвратами иметь дело и так далее. Возникает много вопросов. В Амазоне, когда ты торгуешь физическими продуктами, ты уже весь свой склад отправил в Амазон. У Амазона есть специальный сервис Amazon FBA, и Амазон полностью заботится о клиентской поддержке, о обслуживании заказов. То есть все, что тебе нужно сделать, это один раз заказать или отправить, неважно откуда, из России, из Украины, из Китая, просто из Китая дешевле обычно и легче отправлять, в Амазон свой склад, и они уже позаботятся обо всем остальном. То есть мне не нужно содержать склад, мне не нужно принимать звонки, обрабатывать заказы. Плюс они привыкли, они доверяют, люди, которые приходят на Амазон, они приходят покупать, они уже доверяют этой площадке, что их там не обманут. Если возникнут какие-то проблемы с качеством товара, они тоже доверяют Амазону и могут спокойно вернуть деньги и получить, вернуть товар и получить свои деньги. Да, очень высокая. И вот если возьмем другие методы, там, где нужно вложить много в маркетинг, там, если, например, ты хочешь зарабатывать с рекламой, тебе в любом случае нужно сильно разбираться в SEO, да, очень-очень внедряться в этот вопрос, а это, мы знаем, очень сложно и много времени занимает, да, там полгода может идти и так далее. То в Амазоне маркетинг, он сейчас достаточно простой, и для того, чтобы начать продаваться в Амазоне, грубо говоря, все, что нужно сделать, это отправить свой товар и, ну, и сделать хорошее описание. Вот, наверное, это минимум, который нужно сделать, чтобы получить первые продажи. Конечно же, там есть намного больше инструментов, которые позволяют раскрутить свой продукт, получать действительно хорошие продажи и так далее, но те усилия, которые нужны для получения первых результатов, они минимальны, в отличие от других каких-то каналов. Вот почему Амазон. Окей, ты можешь показать какие-то примеры успешной торговли на Амазоне, сориентировать, сколько я могу зарабатывать, сколько при этом мне нужно вложить. То есть вот совсем конкретики. Давай перейдем. Давай, вот перед интервью я как раз подготовил парочку примеров. Давай сейчас зайдем на Амазон. Значит, ну и давай попробуем найти такой товар, обычный товар, да, ничего сложного, ничего сверхинновационного. Такой, как скакалка. По-английски это будет jumping rope. Между прочим, пока у меня открываются тут странички все. Скажу так, Амазон это большой магазин, такой большой интернет-магазин, куда люди приходят покупать. И в этом интернет-магазине не один продавец, да, а продавать на этом интернет-магазине может кто угодно. То есть если я хочу продавать те же самые скакалки, я могу сюда зайти и добавить свои скакалки, даже если такие же скакалки уже здесь продаются, я все равно могу... Ну вот я знал, что такое Амазон и бывал здесь, но я не знал, что здесь может продавать любой. То есть для меня вот это было новостью. Да, здесь может продавать любой, при том продавать даже товары, которые уже кто-то продает на данный момент. Но это не совсем, скажем, если забегая наперед, то это не совсем выгодная стратегия продавать чужие товары. То есть такой себе базар. Да, такой себе базар. Итак, вот есть у нас там скакалки. Разных много, этих скакалок. Я не знаю, ты видишь мой экран? Я вижу, все нормально. Я вот выбрал первую, которая выпала по... Да, есть определенные инструменты, которые позволяют оценить потенциальный рынок. Если мы вот вписываемся конкретно в эту скакалку, то как понять, сколько здесь можно заработать? Мы листаем вот сюда вниз. Видим такой параметр, как Amazon Best Seller Rank. Это рейтинг продавца, который в основном считается по количеству продаж. То есть чем больше продавец продает именно вот этот товар... То есть мы видим рейтинг 688, и он зависит от количества продаж в день, скажем, этих скакалок. Совершенно верно. Так, и как это перевести в деньги теперь? У него номер 688. Теперь как это перевести в деньги? И товаров на Амазоне там миллионы и миллионы, поэтому, находясь в 688 в категории Sports and Outdoors, мы уже понимаем, что это как бы солидно, да, но не понимаем, насколько. Есть различные инструменты, которые позволяют это оценить как-то в деньгах. Например, такой инструмент, как FBA Toolkit.com. Можно сюда зайти, добавить свои продукты в этот инструмент. Ну, не свои, а добавить продукты, которые ты хочешь больше исследовать в этот инструмент, и понять, сколько на них зарабатывает тот или иной продавец. Вот мы сейчас в подробностях не будем этот инструмент использовать. Я тебе покажу только приблизительно, как можно быстро прикинуть. Итак, наша скакалка, она находится в категории Sports and Outdoors. Да, вот она. И, по сути, это график, который показывает по горизонтальной оси рейтинг, а по вертикальной оси это количество продаж в день. И вот я напомню, что наш рейтинг там что-то 688-700, да? Да. Вот примерно он будет находиться вот здесь, да, ближе к 1000. Смотрим на синий график, что в среднем, ну, количество продаж это 47, вот тут 37. Вот примерно вот так. Вспоминаем цену продукта, там, 8 долларов. Маржинальность при таких объемах, мы знаем, чем больше мы товара заказываем, тем больше маржинальность. На моих товарах маржинальность 50% и выше, поэтому в данном случае с одной скакалки продавец зарабатывает, например, 4 доллара. Мы умножим эти 4 доллара на 47, ну, можно умножить на 50 для простоты исчислений, получается у нас там 200 долларов в день. Вот это, что этот продавец зарабатывает только с одного товара. То есть это порядка 5 тысяч долларов в месяц на скакалке он зарабатывает? Да, 5 тысяч долларов. Это только на одной позиции получается? Только на одной позиции. Если мы хотим посмотреть, как этот продавец там развил свой бренд, какие он добавил в свою линейку другие продукты, мы можем зайти на вот этого продавца, кликнув сюда вот sold by и увидеть его, например, top selling products. Вот они, да? То есть у него тут очень много продуктов. Если он зарабатывает там с одной скакалки, там 5 тысяч долларов, 4 тысяч долларов или больше в месяц, то, ну, короче, дальше он может уже сам прикинуть, посчитать, что у него получается. А скажи, пожалуйста, на примере этой же скакалки, какой нужен стартовый капитал, чтобы вот начать? Ну, там по твоему опыту. Допустим, я выбрал эту скакалку как продукт, который я буду продавать на Амазоне. Ну, я скажу так, что в разных категориях стартовый капитал должен быть разный, потому что очень разные конкуренции. Естественно, тебе хочется, чтобы у тебя было на взлете достаточно товара, чтобы протестировать нишу, достаточно много товара, да? Это хотя бы нужно там единиц, там 150-200. Если там на 600 единиц хватает денег, то это еще лучше. Если берем эту скакалку, то ее себестоимость, ну, если прикинуть, с доставкой будет стоить там долларов, доллара два. Если ее в Китае производить и доставлять в США, то единица с доставкой будет стоить 2 доллара. Ну, вот и считай, что если ты хочешь завести таких 600 штук, то тебе понадобится там 1200 долларов только на склад. Естественно, понадобятся еще расходы некоторые там на рекламу, на кое-какие активности для раскрутки продукта. Там еще примерно понадобится там, опять-таки, с разных ниш по-разному, в этой нише там может немножко больше. Долларов еще 500 добавляешь, чтобы получить там стабильный... Ну, то есть, как ты мне раньше говорил, что большинство запусков может поместиться в 2000 долларов, да? Да, в 2000 долларов вполне может поместиться запуск, особенно если продукт дешевый, легкий и не требователен к производству. То есть, скакалка – это как раз один из таких продуктов. Хорошо, спасибо, Игорь, с этим понятно. Скажи, пожалуйста, очень коротко, вот какой процесс запуска, вот начиная, как ты мне так говорил раньше, там от анализа ниши, там поиска поставщика и так далее. Вот с чего я должен начать? И от задумки до вывода денег на карточку. Ну, смотри, процесс запуска достаточно прямолинейный, он ничем не отличается от того же процесса продажи, когда просто в интернет-магазине в России или в Украине кто-то начинает продавать товары. Сначала идет исследование рынка, исследование ниши, выбор удачной возможности, чтобы там действительно были деньги и чтобы это было... Ну, вот интересный вопрос. В основном все мои там знакомые, кто делали интернет-магазины, они там продают то, что им нравится. Но здесь, как я понимаю, есть особенная процедура анализа, правильно? Здесь есть отдельный алгоритм анализа ниши, чтобы понять, имеет ли смысл сюда вписываться, не перенасыщена ли она на данный момент. Конечно, продавать нужно, и я так делаю, и нужно так делать. Продавать то, что тебе нравится, потому что ты не сможешь быть успешным в том, что тебе не нравится. Поэтому это правило сохраняется, естественно. Но вместе с этим есть четкий алгоритм, как понять, что вот тот продукт, который ты выбрал, он действительно подходит для запуска, или лучше за него не браться. Вот это анализ ниши. Понял. Второй пункт – это поиск поставщика. То есть, как найти поставщика в Китае, как произвести товар, чтобы не обманули, чтобы качество было хорошее, как торговаться и так далее. Ты можешь показать, где я могу найти эту же скакалку, допустим? Ну, эту же скакалку? Не знаю. Например, ты можешь зайти на такой сайт, как Alibaba.com. Мы именно с ним будем работать, да? Да. Здесь я нахожу 90% своих поставщиков. Есть, конечно, другие варианты, но практически все поставщики находятся на сайте Alibaba.com, где, ну, тут, собственно, находятся китайские производители и посредники китайских производителей. Вот сюда мы тоже можем писать там тот же jumping rope, скакалку, и посмотреть те скакалки, которые здесь, ну, тут какие-то вообще тросы высветились. Ну, вот первое место – это как раз скакалки для фитнеса, вот то, что нас интересует. И вот таких вариантов тут очень-очень много различных. Опять-таки, каждый поставщик может по твоему желанию ее изменить, нанести логотип, включить какие-то составные части или, наоборот, убрать упаковку, добавить, изменить, ну и так далее. То есть, та скакалка, которая на Амазоне стоит 8 долларов, здесь цены начинаются от 30 центов? Да, конечно. Спасибо, что ты обратил на это внимание. Вот мы видим, что тут скакалки действительно от 30 центов до 1,5 доллара. В зависимости, естественно, от объемов эта цена меняется, и от модификации, которые ты захочешь внести в свой продукт. Я понял. Хорошо, выбрали мы поставщика. То есть, здесь, я так понимаю, тоже своя процедура есть. А что мы делаем дальше? Да, после того, как выбрали поставщика, договорились с ним о всем, что нас интересует, потому что на этапе выбора ниши мы, естественно, анализируем, какую скакалку нужно создать, чтобы она была действительно продаваемая. А вот, кстати, очень похожая скакалка, смотри, желтая, да? Она стоит 85 центов всего. В 10 раз разница. Вот, после того, как мы договорились с поставщиком, он производит наш продукт, на этом же этапе мы договоримся, чтобы он нанес наш бренд. То есть, мы занимаемся тем, что создаем одновременно с этим собственный бренд. Мы не хотим продавать то же самое, что продают остальные, потому что создание бренда – это создание актива. Мы не хотим просто продавать стандартные скакалки и зарабатывать только деньги. Нам интересует бренд как актив и развитие этого бренда. После того, как у нас есть договоренности, мы отправляем вот этот первый склад, который мы заказали, первый набор наших скакалок, в данном случае, на склад Амазон. И он поступает в продажу. На этом этапе мы что делаем? Мы начинаем заниматься продающими штуками, там заголовки писать, описания. Мы запускаем всякие разные каналы рекламные и получаем первые продажи. И на этом этапе происходит запуск. Дальше уже поле для деятельности очень широкое. То есть, как увеличивать эти продажи, как строить бренд дальше. Есть ли какие-то трудности по выводу денег? Вот опять-таки ты начал с PayPal. Смогу ли я это сделать? Хороший вопрос. Скажу так, что если ты находишься в США, или у тебя есть компания в США, или в Сингапуре, то у тебя проблем не будет, конечно. Но если ты находишься в Украине или в России, ты не сможешь выводить деньги напрямую в свой банковский счет, но есть инструменты, которыми ты можешь воспользоваться для вывода денег на банковскую карту. Например, такой инструмент, как Payoneer. Это сервис, в котором ты просто регистрируешься, там, вводишь свои данные, тебе высылает этот сервис в банковскую карту MasterCard, и ты можешь, и выдает тебе твой, как бы, банковский счет. И вот этот банковский счет американского банка ты привязываешь к своему Амазону, и туда Амазон будет переводить. Я понял. В общем, через посредника это делается, правильно? Да, через... Там, конечно, комиссии есть определенные, но они незначительные, эти комиссии, так что вполне можно жить и пользоваться этим сервисом. И последний вопрос, мне кажется, последний уже. Скажи, пожалуйста, на первом этапе, обязан ли я что-то там регистрировать, какой-то бизнес? То есть несу ли я ответственность вообще? Какой ее размер? Ну, я скажу так, что ты несешь ответственность перед своим государством, в котором ты живешь. То есть если ты нарушаешь каким-либо образом законодательство своего государства, то, конечно же, ты несешь ответственность. Но если ты просто зарегистрируешься в Амазоне как продавец, то здесь рисков никаких нет. То есть вся налоговая нагрузка ложится на тебя, если мы говорим про налоги. Да, я понял. То есть получая деньги, я сам принимаю решение, как я буду платить там налоги и так далее. Да, да, да. То есть Амазон всегда эти вопросы снимает, поэтому тут никаких рисков нет. Ты можешь спокойно зарегистрироваться в Амазоне, не бояться, что... И на старте мне не нужно регистрировать бизнес в Штатах и так далее. Правильно я тебя понял? Не нужно регистрировать бизнес в Штатах, конечно. Конечно. Ты как бы регистрируешься как индивидуальный продавец. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот сколько занимает время вообще работа с таким продуктом, допустим, как скакалка? То есть можно ли это назвать пассивным доходом? Ну, я скажу так, мне вообще не очень нравится понятие, как пассивный доход в данном контексте. Но на этапе запуска, естественно, будет уходить достаточно много времени для анализа ниши и анализов, всяких переговоров с поставщиками, особенно если ты этого раньше не делал. Но после того, как продукт запущен, на него уходит времени, ну, немного, например, по-разному, час в день максимум. Ну, это... Ты можешь уже спокойно заниматься другими продуктами. Я понял. То есть, в принципе, там в моей модели это может быть как некий дополнительный источник заработка даже на старт? Если тебе угодно, да, можно так сказать, что это может быть дополнительный источник. И потом, когда заработок уже будет расти, то есть я уже приму решение, правильно? Да, да. Ну, я так скажу, что те объемы, с которыми имеет вообще... Ну, и потенциал, с которым имеет вообще заходить, заниматься этим бизнесом, это, ну, вообще потенциал, это вот тысячи долларов в месяц чистого дохода. Если продукт зарабатывает меньше денег, то это, ну, какой-то неправильный продукт. То есть, ну, желательно отказаться, вот. А если посчитать среднюю зарплату наемного сотрудника в России или Украине, то тысяча долларов в месяц это более чем... Я понял. То есть, точно так же после успешного запуска скакалки я могу добавлять новые продукты, анализировать, то есть, в свой аккаунт сюда, да, отказываться от менее прибыльных и таким образом формировать некий портфель там, да, таких продуктов. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот у меня уровень английского, в лучшем случае, преинтермедиает. Является ли это серьезной проблемой? То есть, скажем, писать я смогу, но вербально мне будет достаточно сложно общаться. Это хороший вопрос. Скажу так, у тебя возникнут... Я думаю, я не единственный такой. ...некоторые сложности, потому что на некоторых этапах удобно общаться с поставщиком голосом, удобно общаться с поддержкой Амазона голосом. Это просто вносит больше понимания. Но если вдруг, ну вот уровень такой средний или чуть выше среднего, то этого достаточно, чтобы начать делать вот такой вот проект. Я знаю людей, у которых уровень английского еще ниже, они просто наняли себе помощника, у которого уровень английского лучше и нормально себе развивают свой бизнес на Амазоне. Продолжение следует... 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 Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И в этом ролике я изложу вам свое видение бизнеса на платформе InfiniEye. Мы будем действовать именно по этой схеме. Итак, давайте рассмотрим, что же собой представляет платформа InfiniEye в общем и целом. То, что известно на сегодняшний день, на 24 января. Итак, условно эту картину можно разделить на две части. Которые над нашим аккаунтом в InfiniEye и под аккаунтом в InfiniEye. По верхней части, в принципе по состоянию на 26 января, понятно процентов на 90, что и как тут работает. В этом плане мы не имеем здесь никаких проблем с вводом-выводом денег и со всем остальным. Есть технические моменты, которые командой устраняются. В нижней части данной схемы то, что нам пока еще не совсем понятно, но о котором уже известно, что и как. То есть создать свои аккаунты или по очереди на этих четырех торговых площадках, привязать их к аккаунтам в InfiniEye и торговать как товарами со спрингборда, так и со склада, который тоже уже окончательно известно, что будет. Вот InfiniEye Store, так называемый. Store это магазин, но для нас это скорее всего склад, во втором понимании этого слова. И с этого склада торговать на этих своих аккаунтах. Здесь очень много неясного и непонятного нам пока, поэтому мы рассмотрим эти две части по отдельности. Итак, верхняя часть данной схемы выглядит вот таким вот образом. Здесь важно учитывать три основных пункта. Здесь мы будем с командой, если получится команда, продвигаться именно в этом направлении. Итак, на уровне Prime необходимо вложение, что всем было понятно. От 60 до 75 долларов. 10 долларов это если вы хотите еще приглашать людей. Если нет, то 65 вам хватит. И 15 долларов вот эти на осуществление покупок на спрингборде. На спрингборде. Какую возможность нам предоставляет вот такая вот сумма, возможность заработка? Купив на 15 долларов товара, мы можем оценить их в 150 долларов, плюс-минус небольшой. Комиссионный площадок составит около 20 процентов и профит 130 долларов. Опять же, все эти цифры с небольшими колебаниями, за исключением 15 долларов. И наша прибыль составит ориентировочно 65 долларов после оплаты следующего месяца участия на данной платформе. Вот этих 50 долларов, плюс 15 на покупки. Вот это железно мы знаем, что можно сделать. Это совершенно точно. Совершенно не под вопросом. Следующий, второй пункт. Это те вопросы, которые надо уточнять и которые будут известны где-то в начале февраля. В первой неделе февраля, если быть более точным. То есть, в кабинетах должна отображаться статистика продаж. Это информация от Кена, от одного из руководителей данной платформы. Так что, ей можно доверять на все 100%. Вторая информация, что возможно за дополнительные 2 доллара покупать больше товара. Не 15 единиц, а на еще большую сумму и большего количества. И после того, как выяснится вот эти 2 вопроса окончательно, можно будет делать дополнительные покупки. Каким образом это будет выглядеть? Если статистика продаж отображается в кабинетах, вот эти 15 долларов, которые мы закупили. Мы будем видеть, что на 10 долларов товар ушел, уже продан. Пока еще деньги не получены, но мы знаем точно, что товар продан. Можно смело дополнительно эту возможность использовать, завести еще денег и докупить еще товар. То есть, заплатив еще 2 доллара, приобрести право, ну там не говорится конкретно, покупать еще 15 продуктов. Будем говорить так. Докупить еще и опять отправить на продажу через SpringBot. Вот таким вот образом, делая дополнительные закупки, вполне возможно, что можно довести уровень прибыли до вполне приемлемых цифр, вполне приемлемой суммы. И только исчерпав полностью вот эту всю возможность, и убедившись, что бизнес у нас получается у всех, а он должен получиться, нам тут будет не хватать только заработков. Мы должны захотеть еще больше. Если нам вот этот Prime не будет позволять делать этого, то тогда уже подумывать о третьем шаге, на переход на второй уровень или на третий уровень. Тем более, что по уверениям, опять же, от команды Infinii, даже на пакете 50 долларов, есть возможность торговать со складов Infinii, с Infinii Store. Что такое торговля на Infinii Store? Здесь вот стрелочками выведено внизу движение финансов, информация и это синхронизация. То есть, аккаунты надо пооткрывать на Амазоне, Бананзе, Эбэе и Шопифай. Можно по очереди на одном из этих торговых площадок, на одной из площадок. Синхронизировать эти аккаунты с аккаунтом в Infinii. И после этого, используя картинки, картинки, тут я употребил это слово, чтобы было понятно, что закупать ничего не надо предварительно. Закупать не надо, только картинки. Размещать на продажу через свои аккаунты на этих торговых площадках. И теперь смотрите, каким образом нас интересует, в первую очередь, движение денег, каким образом это происходит. После того, как, допустим, на площадке Amazon произошла продажа, первое движение денег, перечисление идет на PayPal-овский ваш аккаунт. Ну, правда, там есть задержка в 14 дней, все это технические вопросы, но первый шаг, это то, что вам оплатили на PayPal-покупку. После такого, как информация о покупке пришла на ваш аккаунт, то есть на амазоновский аккаунт, оттуда на аккаунт в Infinii, это будет синхронизировано все. Второе денежное движение, вы закупаете товар на складе, в Infinii Store. То есть вы получили уже деньги, они до вас пока не дошли, но вы совершили продажу. И только после этого перечисляете деньги в Infinii Store. Infinii Store обрабатывает этот заказ, отсылает продавцу. И после этого, после доставки, после положенных 14 дней, третьим пунктом деньги приходят к вам, становятся вам доступны. Вот таким вот образом, вот по такой схеме, действует нижняя часть вот этой вот таблицы. Вот этой вот таблицы. Теперь, пока мы не исчерпали полностью возможность вот всего этого, не надо бежать впереди паровоза и создавать, в частности, аккаунты на Амазоне и Ebay и тому подобных площадках. Много и часто говорится о том, что мы теряем время, вот эту стажировку, своеобразную квалификацию на этих площадках, трехмесячную. Но есть такая поговорка или пословица, я в них путаюсь, не зная броду, не лезь в воду. То есть мы можем быстренько тут зарегистрироваться и наломать таких дров, что наши аккаунты заблокируют. И никакие наши корявые обращения через переводчик с просьбами разблокировать аккаунт на том же Амазоне, Ebay и так далее, ни к чему не приведут. У нас будут аккаунты заблокированы и мы вынуждены будем по новой начинать уже с других IP регистрацию, потому что с одного IP только одна регистрация продавца и так далее. Тем более по той информации, которая есть сегодня, вот эта вот ситуация дает возможность вполне приличного заработка, даже без создания аккаунтов на тех торговых площадках, о которых речь пойдет вот с помощью этого слайда. Итак, вот этот наш аккаунт Infinii, между нами и этими торговыми площадками стоит большой-большой монстр под названием PayPal, у которого свои капризы и свои заскоки, еще не говоря уже об этих торговых площадках. И с ним жители территории бывшего Советского Союза, за исключением россиян, имеют очень большие проблемы. Плюс к тому, у россиян, скажу так, не тоже все очень гладко с Амазоновскими и т.д. аккаунтами, но это дело поправимое, так сказать. Да, это головная боль, но с этим тоже, об этом тоже надо позаботиться. Наш аккаунт и Infinii Store между собой не имеют никаких разногласий и никаких трений. Так что здесь у нас все четко и понятно. По PayPal. По PayPal, значит, следующая информация. На выбор мы можем сделать так. Или использовать PayPal посредника, или настоящий PayPal аккаунт из США. Второй вариант тоже, вот забыл, как его зовут, но тоже от одного из руководителей прозвучало, что будет возможность кооперации с другим торговцем из Америки. Ну, и он, как в качестве примера сказал, ну, например, там 50 на 50, мои поиски по интернету тоже показали, что 40% это минимальная ставка посредника из США или Европы. Если вы используете его PayPal аккаунт, то это у них минимальная ставка. То есть 50 на 50 работать с посредником. Что такое посредник? Посредник может быть как физическое лицо, с которым вы просто договорились на честном слове или на каких-то своих деловых отношениях с ним. Но есть еще и сайты посредники. Сайты посредники, вот два из них, которые занимаются всем этим законно. На них я вышел после всевозможных просчетов через Пионер, через адреса подставные, ну, так оно и есть на самом деле, которые через всякие сервисы открываются. Там банковские счета нам предоставляют и так далее и тому подобное. Ну, вот есть такие вот обычные сайты посредники. Этот сайт работает с 2001 года. Ссылки на него, если кому надо, я могу дать. Ну, я посмотрел, тут тоже немало вопросов. Очень немало вопросов. Я хочу продавать вам сюда, я хочу покупать вам сюда. Торговые площадки, те же, о которых мы знаем, eBay и так далее. То есть со всяких каталогов покупки совершать. Ну, еще раз повторюсь, здесь немало вопросов. Еще один такой сайт посредник. Вот, пожалуйста, как раз слайд. Прием платежей за продажи на eBay, Etsy, интернет-магазинах и так далее. То есть специализированные сайты посредники, которые предоставляют вам все необходимые исходные данные для того, чтобы работать на этих площадках. Тоже 10 лет существует данный сервис. Ну, просто привязывается своя карта сюда и пополнение вообще для нас, для тех, кто работает. Сейчас, пожалуйста. WebMoney, Bitcoin, Visa, MasterCard, PrivatBank, AlfaBank, PayPal, там, Лидер. То есть и пополнение средств, пополнение и вывод средств. Очень простой. Но простой он по, как сказать, легко говорится, но нелегко все это делается. Возможно, возможно, Хитэш задумал что-нибудь такое и для нас, для всех участников Infinii. Какой-нибудь подобный сайт, подобный ресурс внутри платформы Infinii и участники смогут воспользоваться без головной боли. Будем говорить так. Если все это будет, если и когда, точнее, это будет, но когда это будет, тогда уже и можно, на мой взгляд, делать аккаунты на Амазоне, Ebay и всех прочих площадках. Для того, чтобы в случае необходимости, если мы все-таки не знаем всех правил и тонкостей, на их изучение этих торговых площадок уйдет не день, не два и не две недели. И быть забаненным через два с половиной месяца и по новой начинать со всей головной болью. Ну, лучше уже сразу подождать, посмотреть, что тут и как, поизучать все эти вопросы и зарабатывать вот здесь. Вот здесь исчерпать все возможности. Здесь исчерпать все возможности. Не бежать впереди паровоза. Не регистрировать эти аккаунты до поры до времени. Оно нам пока не надо. Точно так же, как в свое время не надо было строить бинары и все прочее. Так что, ребята и девчата, вот это мое видение бизнеса на платформе Infinei. Продолжение следует...